Привет, меня зовут Женя, я люблю пиво. Сегодня у нас снова трое, и без превью, я его забыл снять, сразу скажу, мы сегодня будем пить китайское пиво, максимальное импортозамещение. Мы будем вот так его пить? Это бытовой расизм. Почему так ванихил делал? Ему можно было, это было в 60-х, извини меня. Тогда и черных выпускали в какие-то бары. У нас же в России этого ничего нет, мы же не приемлем эти западные отвратительные стандарты насчет толерантности и равноправия. ЛГБТ и ТД? Шшшш, канал закроют. Какой? За пропаганду сочтут. Мы не будем. Он так почти закрыт. Короче, у нас 5 китайцев. Какая? 5 китайцев? Да, можно начать с первого. Но выглядят сразу же непрезентабельно. Но они все, я думаю, как любые... Пахнет летом. Пахнет летом холоднее, цветочками какими-то. Я думаю, это как любое азиатское пиво. Какой приятный летний пиво. Такое, да. Ну вот на пляжике. Прям готовимся. Даже не пиво практически. Влетаем в весну и готовимся к лету. Ой-ой. Ну оно прям очень жидкое. Очень жидкое. Очень жидкое. Вот такое он только на пляжике. Похоже реально на лимонад прям. На хайнане, на пляжике. Но оно не отвратительное. Давайте начнем с этого. Оно не отвратительное. Ну как-то светлое, а что там может быть? Просто водичка какая-то. Немножко солодовая водичка. Пузырика. Пузырика освежается. По сравнению, кстати, с твоей любимой короной. Ты же любитель у нас светлых. И мне нравятся короны. Не светлых, я только короны люблю. Ну и вот отечественную Эль Капулько. Эль Капулько. Ашпатом. Нет, шляп. Ну, не, немцы более жесткие, ребята. Ну, в плане пивом, более жесткие. Так, общается, человек, который купил себе Поршу. Да, да, да. Яркий. Тебе надо было... Корона такая, оригинальная. Ты помнишь серию в «Друзьях», когда Джо стоял рядом с Поршем? Он специально... А, да, да. Ну, там коронки были. И к ехал, да, да. Нет, потом коронки, когда он уехал. А там разве Порше было, а не Феррари? Нет, Порше был. Порше, да. По-моему, Порше. Да, он купил себе Порш. Ну, напишите в комментариях. По-моему, это был Порше. Мы всегда говорим, напишите в комментариях. Там просто ноль комментариев. Нет, почему? Мы можем сами писать комментарии. Я комментирую. Вот. И Денчик. Кстати, под последним выпуском про Вайцена, и Денчик прям хороший посоветовал Вайцена. Я его попробовал реально классно. Да? Да, мы его попробуем найти и еще один снять. Спасибо. Вы пора Денчика пригласить? Так мы приглашали, он что-то мерщик является. Да, он что-то тушуется, да. Мне кажется, это просто Женин папа, знаешь, он там сделал себе аккаунт и такой, типа, шорох наводит. Да, и он сразу такой, ну... А твой брат мне пишет, что я токсична. А, ну, это да. В комментах. Это да. Я чеченцев Егорику пришлю. Ты своего брата натрави меня? Что-то будет битвы брать. Мы снимем выпуск, чтобы Ваня там тоже что-то нам написал. Не Ваня, а Вано. Вано. По-армянски. Ванидзе. А, давайте следующий, мы опять вот болтаем без ума у кого. Погнали за второй. Так, давайте. Давайте второй, и это потом вредит, это в конец пойдет. Слушай, ну вот такое же цветочное пахнет. Очень приятно. Я вот такие люблю. Легкие, не горькие абсолютно. Отличное пиво. Слушай, кстати, у этого горчинка больше, чем у пива. Первая вообще вода водой такой. Просып про это. Ну, я вот не представляю, в какой ситуации пить это пиво. То есть, ну, домой такое купить и пить, ну, это просто бред в нашем климате, там, да, в питерском. Ты когда настанет лето и поедешь на пляж солнечный с друзьями, ты возьмешь не винишко, а китайское пиво. Конечно, да. И потом в конце посмотрим, какое конкретно ты будешь брать, китайское пиво. А мы должны будем... Почему мы пьем слепую? Как будто бы мы сможем понять, какое где. В чем смысл? Смысл в этих всех выпусках? Зачем ты задаешь такие вопросы? Сейчас сломалось у тебя, мне кажется, да. Нет, ну... Классное, но оно тут не так просто первое. Нет, просто чтобы ты по банкам... Там есть... Знаешь, что он устроил? Он решил, короче, из одной бутылки нам налить все пять, и мы такие, ой, это там немножко. И сам я такой, да. А тут васильком, типа, да. Нет, на самом деле там просто есть, как бы, видно, которое такое пиво десьманское, а есть, которое типа а-ля элит. Досит лечь. Ну, в самом малости, может быть. Девочка, у тебя же там персиковые, таракотовые цвета, не видишь разница тут? Я за третьим пошел. Тут разбирайтесь с цветами, а я за третьим. Наверное, давайте третий. Урау! Ого, какой запах жигулей конкретно. Ну, давай, пивом по лагерке. Степан Разин такой был. У меня напоминает абханское пиво. Вот из выпуска. По западу. Ну, это вот чисто, как будто я в ларьке на разлив взяла в девяностые. Часто? Да, постоянно. После, после пятого класса как раз, ладно, после продленки. У какого пятого? У Жени, мне был один год в девяносто девятом. Спасибо, друзья, блин, за поддержку. Нет, это пиво для ребят, которые работали на заводе. Ну, это пиво, что за общий, блядь, этот бытовой... Ты своим админом плачешь 50 тысяч, о чем ты говоришь вообще? Я никого туда не зову насильно. Никого не зову, не приходите сюда. Не работаешь. Я к тому, что... Да что за пренебрежение к тем, кто работает на заводе? Я говорю, почему пренебрежение? Просто скажи... Ну, ты говоришь, что вот это пиво бонграс, это для тех, кто работает на заводе. Ну, потому что там мужики работают, я же не мужик. Там вот женщины тоже работают. Ты знаешь, кстати... Хватит доминировать, у меня восьмое марта вообще. 99% крановщиков, крановщицы, крановщицы, ну в смысле девушки, девушки, женщины. Коминитивы. Крановщица, да. Ну, я имею в виду, что на кране, чаще всего оператор крана, это к... На кране разливного. Женщина. Женщина. Она, возможно, ей тоже такое пиво понравится. Вполне возможно. Так может быть ей и винишко понравится, или крик вот, который мы пробовали 8 марта. Может быть, я же не спорю. Ладно, вы меня уличили в том, что я не... Одинаково отношусь ко всем людям. Все? Можно я такое задокументировать? Это задокументировано. Это задокументировано. Я задокументировал. Время потом вырежет. Ладно, давай до четвертого, да? Да. Так, это не такси, но хачси. Так, такси Максим. Есть такое такси. А, да? Да. Оно в Крыму, там, Калининграде. Во всех регионах есть такси Максим. В Крыму это единственное такси, которое... В Крыму других нет, да. Такси Максим. Ого. Ладно, тогда у меня сегодня такси Максим. В регионах реально такси Максим. Это прям... Потому что мы прямо отойдем на ужесточение, короче. Да, это такой... Слушайте, ну пиво такое... Это еще горчее. Такое лыжик срай. Кстати, при том, что я не люблю горько, но вот это мне нравится. Но у него приятное пиво. Очень приятное, да. Классное пиво. Ледь, я, честно говоря, я ожидал, что мы будем пить, что примерно, вот как первое все, такая моча-мочой, либо прям совсем же скач какой-то сотрясанного. В целом, здесь единственная горчинка в конце какая-то. Знаете, типа как горли остается какой-нибудь там? Ну да, в принципе. Такое простое, светлое. Вот, когда мы посмотрим, что из этого качка называется и сколько стоит, мы ничего не поймем в целом, все равно. Да, а ты на китайском будешь объяснить? Нет, я примерно помню ценники и... Ну, можно будет понять. Конечно, ничего не можно будет, ни хуя не поймем. Ничего не понятно в этом мире. Мы не понимаем, что это такое, что меняется. Да, как горизонт планирования не может в неделю. Не больше 10 минут. 10 минут даже. На чем вы, в общем-то? Так что все, теперь пьем Нью-Ингланды. Да, теперь 10 минут прошло. Пьем, план не сработал, пьем Нью-Ингланды. Пятую давай. Давай пятую. У нас пятая и все пять претендентов на звание лучшего. Можно угадать, какой из них... Просто вот эти, скажу, вот эти дороже. Вот эти стоят, блин, они хоть и 0,6, но они стоят 260 рублей за бутылку. То есть хорошего немца можно купить дешевле. Блин, такой аромат. А вот эти, это, вот эти проходные, они там типа меньше 100 рублей за банку. Вот эти все, вот эти три. Как бы, ну все это китай. При этом аромат в стакане его... А, вкус вообще абсолютно, ну, как ты говоришь, плоский и пустой. Абсолютно вообще не вкусный. Вот это немного интереснее. При том, что аромат, ты поставил бокал, он у меня прям ударило в ног. Слушай, он реально пустой, но он не отвратительно пустой. Не отвратительно. Ни одно из этих пиф, вообще правильно говорите вообще пиф? Ни одно из этого, а? Ни один из этих напитков. Ни один из этих напитков. Кстати, Алла нам тут предъявила, что у нас маленький словарный запас. Она что, смотрит ваши выпуски? Надо эти самые... Да, один раз напитков. Словарь... С собой? Словарь синонимов надо. В смысле, с собой. Ты читаешь? Ну там есть выпуск, где она тоже присутствует. Да нет. Нет, это давно, это два года назад. Год. Год. Короче, попробуйте хотя бы угадать вот этих двух. Они самые дорогие, вот это Harbin. Ну я тогда за то, что вот этот один из них. Здесь три Harbin, один какой-то типа Ice, и вот эти я не знаю, чем они отличаются. Давай четвертый, да, в нашем случае, это какой-то imported premium Harbin. Это четвертый, по-твоему. Да. Вот так вот. Да. А остальные? И я поставлю... Вот этот тоже дорогой, да? Ну да. Опять же хочу заметить, что китайцы пока не сучились, и делаешь банки по 0,5, а не по 0,6, а 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 по 0,6. Мне кажется, третья и пятая это вот эти два. Понятно то, что второе. И четвертое это вот эти два. То есть у вас как-то кардинально, третья и пятая. У нас всегда так. Мы выпозицием. Итак, третья и пятая. Я победил женщину. Короче, первое это было вот Harbin, вот это Ice. Знаете, как я определил? Аналитика. Они оба с газиками. Второе это было вот этот Snow. Ну что, ну что, если ты, короче, понятно, чисто технический процесс. Потом был вот этот зеленый, да, как раз третий. Меня ты ругаешь, когда я говорю, вот это пиво с рыбой. Нет, просто я не могу понять здесь, в чем отличие. Вот это типа Harbin Beer и здесь Harbin, ну здесь типа Premium Lager. Это последний, это третий. И Санктау это четвертый. Короче, я сегодня опять по дешману, я так поняла. Как с хитрым лисом моя вот эта история. То есть твой Санктау, да, тебе понравился? Санктау вообще бомба, кстати, да. А его можно антапнуть? Конечно. Чуть попробовать. Любое пиво можно антапнуть. Отлично. Если ты их все пять, то получишь какой-нибудь значок. Ну давайте напоследок каждый своим любимым чур. Давай, ну мне Санктау тоже понравилось. Ну и тогда сиди. Ну у него францискайнер любимый. Ну я, как бы, что Майзелсу ждал. Майзелсу ждал? Ну конечно. Ладно, так, ребят, мы сегодня обозрели, так сказать, продегустировали пять китайцев. Нашли, что в принципе это можно пить до трусов. Да, и... Обозрели до трусов. Обозрели до трусов. И Санктау, ну, летом будешь брать с собой место винич? Нет, летом я буду первые два брать. А, Харбин и Сноу, да? Да нет. О, это, кстати, Сноу может быть в Хибин с собой взять? Сноу был, да. Сноу был, да. Сноу был же такой какой-то, знаешь, Клинская и Сноу, ну что-то там было. Нет, Айс была. Айс, да. А, точно. Туборк Айс или какой-то. Туборк Айс, да. Ну, они, я помню, мы когда ездили в Амстердам и ходили... Со мной там, да? Да, на завод Хайнекен. И они там как раз этот Хайнекен Айс, который супер охлаждённый был. Ну, это обычный Хайнекен, как я понял, может чуть-чуть полегче. Сезокаином? Но они его прям, пец, они его охлаждали практически до нуля. Сезокаином. Да, у тебя это как-то немеет, короче, рот. Ну, это мне не понравилось. Мне бы понравилось, что просто холодную воду ты пьёшь, ну, как-то, и всё. Ладно, мы задушнили, конечно. Ну, ты варвар просто со стопой, ничего не понимаешь. Мы задушнили конец, конец выпуска задушнили. Да, конец выпуска, точка. Конец выпуска. Всё, всем пока, лайк, подписка, пиво и точка. Пока. Вообще, меня больше всего удивляет, что аппетит и летают самолёты из Питера. Да. Это меня удивило. Да. Вы могли бы тоже спокойно полететь. Я первый господину подам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо было. Такс, не что было, да? Да, это было. Вообще. Это было. Да, это. Похоже, знаешь, какой граф Дракула есть всегда предслужник. Нагармур такой. Да. Ха-ха-ха-ха-ха.